Всем привет! Вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. Не забудьте подписаться и нажать на колокольчик, если вы ещё нет. Основа Seedmars Civilization — это развитие вашей империи. Чем лучше развита ваша цивилизация, тем больше производства в ваших городах, быстрее движетесь по технологическому дереву и больше шансов победить. Ну а развитие цивилизации зависит от развития ваших городов. Чем больше у вас городов и чем больше в этих городах жителей, тем лучше ваше развитие. Для того, чтобы поставить город, вам потребуется поселенец. Строить или покупать поселенца вы можете в городе, в котором как минимум два жителя. Кроме того, имейте в виду, что после постройки поселенца город потеряет одного жителя, а каждый следующий поселенец будет стоить и в производстве, и в деньгах дороже. Общее правило по количеству городов примерно такое. В начале игры желательно поставить три города вместе со столицей. Дальше мы ждём открытия социальной политики «Ранняя империя» и принимаем политический курс «Колонизация», что даёт нам плюс 50% производства при создании поселенцев. И после этого ставим ещё 3-4 города. Вот эти начальные 6-7 городов и будут являться ядром вашей империи и цивилизации для дальнейшей игры. Что делать дальше? Захватывать ещё больше городов или ставить собственных городов? Зависит уже от карты, положения, ситуации и так далее. Развивать наши города помогает юнит «Строитель». Он тоже создаётся в городах. Каждый новый строитель стоит больше, чем предыдущий. А также у каждого строителя есть определённое количество зарядов, использовав которые он исчезает. Изначально у строителя три заряда. Их количество можно будет в дальнейшем увеличить, использовав губернатора Лян или политический курс «Крепостное право в социальной политике феодализм». Строителями мы улучшаем клетки, которые входят в границы наших городов, чтобы жители при обработке клеток получали больше ресурсов. Кроме того, для роста городов требуется жильё и довольство. Если вы достигнете лимита жилья, то дальше город будет просто не расти, либо расти очень медленно. А довольство даёт либо бонус к производству ресурсов, если оно положительное, либо штраф, если оно отрицательное. Так, плюс одно довольство даст 5% ко всем добываемым ресурсам в городе, а минус одно довольство – минус 5% ко всем добываемым ресурсам. Ещё добавлю, что покупать поселенцев и рабочих за веру вы можете только, взяв устремление золотого века, монументальность. Таким образом, расселяясь и удовлетворяя по древности жителей в ваших городах, ваша цивилизация будет расти. Более подробно обо всём этом вы можете посмотреть в моих двух плейлистах, ссылки на которые я разместил в прикреплённом комментарии к этому видео, часто задаваемые вопросы по Сидмейерс Цивилизейшн 6 и гайды и руководство по Сидмейерс Цивилизейшн 6. На этом всё. Играйте в умные игры! Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своём экране. Играйте в умные игры и всем пока!